Привет, меня зовут Станислав. В этом выпуске расскажу вам, как искать нужную для вас информацию, где найти достоверный источник и посоветую вам один must-have ресурс. Поехали! Друзья, мы тут сняли видео с каналом Космос Просто. Там мы рассказываем про то, какие есть фейки о космосе и почему они так быстро разлетаются. Ссылка на видео будет в описании, обязательно потом посмотрите. Вышло интересно. К сожалению, нас либо совсем не учат, либо плохо учат тому, как правильно искать информацию, причем достоверную. Статистические данные федеральных служб типа Росстат спокойно могут быть созданы под политическим влиянием. Лектор может упустить недостатки проведенных исследований, акцентируя внимание только на сильные стороны. А обычный журналист в погоне за просмотрами и репостами может и вовсе плюнуть на достоверность информации, ведь на ее проверку идет время, а сенсация ждать не будет. Каждый из нас может погрязнуть в информационном болоте из фейков и даже не заметить этого. Например, вы простой офисный сотрудник коммерческой фирмы и вы заболели ОРВИ. Вы идете к врачу и вам прописывают аноферон. Вы, доверяя специалисту, идете и приобретаете его. Через неделю или месяц его употребления вы выздоравливаете, благодарите врача и все такое. Но выздоровели вы не из-за аноферона, потому что это гомеопатическое средство, проще говоря, пустышка. Выздоровели вы из-за возврата к среднему. Для человека здоровое состояние является нормой, поэтому иммунная система и пытается вернуть это нормальное состояние. На вас просто сделали деньги. Намерены или нет, это сейчас не важно. Проблема в том, что мы часто либо совсем не проявляем полученную информацию, либо не знаем, как и где искать. Я попытаюсь исправить эту ситуацию. Когда мы начинаем поиск, прежде всего нужно правильно сформулировать запрос. Это самый первый и сложный момент. Для этого можно методом перебора разных вариантов смотреть каждый и выбрать лучший. Однако есть неплохой лайфхак. Можно попробовать сначала ввести запрос в обычной поисковой системе и посмотреть, какие синонимы она предлагает. В гугле есть полезные фишки, которые порой упрощают жизнь. Чтобы найти точную фразу, например, цитату из книги, возьмите ее в кавычки. А чтобы найти определенный тип документа, введите MIME и тип документа, например, PDF. Бывает, ты уже точно знаешь, что тебе нужно, но Google цепляет что-то схожее с твоим запросом, и это мешает. Для этого просто в конце запроса вводим минус и то слово, которое хотим исключить. Например, я хочу загуглить мемы, но вылезают кучи пабликов в ВК. Я добавляю в конце запроса минус VK, и теперь ВК убран из запроса. Этих фишек на самом деле полно. Их все трудно запомнить, поэтому я привел только те, которыми сам пользуюсь. Самый главный вопрос во время поиска — это как отличить научный источник от ненаучного. В примере с Росстатом мы поняли, что есть некая иерархия источников по степени достоверности, в которой статьи в рецензируемых журналах стоят на первом месте. Научные журналы тяжело просочиться ерунде, потому что ее уже на первом этапе может отозвать редактор, либо потом рецензенты. Это те ученые, которые занимаются исследованиями в той же области, в которой написана статья. Но и это не спасет вас на сто процентов от некорректной статьи. Классический пример — это статья биолога Сиролини, опубликованная в научном журнале Food and Chemical Toxicology, в которой утверждалось, что у крыс, которые употребляли ГМО-кукурузу, образовывались опухоли. Сейчас эта статья помечена надписью «Retracted», то есть отозвана. В этом примере Сиролини провернул неплохую пиар-компанию и заранее договорился с журналистами, чтобы те не искали пруфов и написали статью с названием типа «ГМО вызывает рак». Да еще и редакторы журнала по какой-то причине пропустили ту кучу ошибок, которые допустил Сиролини в своей статье. Более подробно об этом можете почитать в книге Панчина «Сумма биотехнологии». Ах, то чувство, как добро завез лавэ. Также смотрите на цитируемость. Чем больше статью цитировали другие ученые, тем больше шансов, что она важная и значимая. Однако этот критерий не применим к статьям, которые вышли совсем недавно, потому что их еще просто никто не успел процитировать. Но может быть и такая ситуация. Например, у статьи 10 цитирований. Это немного, чтобы быть уверенным, что труд надежен. Но 10 – это и не ноль. Может быть просто тема специфичная. Поэтому я рекомендую проверить, кто же цитировал. В статье Савельева, прошу прощения, профессора Савельева, 53 источника, из них 24 – это его же работы. То есть он цитирует сам себя, тем самым поднимая своим работам цитируемость. А это точно не повышает достоверность источника. Я собрал для вас ряд ресурсов, где прежде всего стоит искать научные статьи. Есть как русскоязычные, так и англоязычные. Кибер Ленинга, Google Scholar, Вики. Пожалуйста, только не кидайте в меня тапки. И просто Google. Они содержат в себе русскоязычные статьи. Есть еще, конечно, сайт электронной библиотеки и лайбрари. Но он такой неудобный и плохо работающий, что я бы на него зашел в самую последнюю очередь. Уф, надежды больше нет, я не могу найти свой источник. И я пошел. Стой, может не надо? Оставь его. Надежды больше нет. Если по какой-то причине вы не доверяете Вике, то правильно делаете. Но в ней правда бывают порой годные статьи. Чаще всего в английской версии. Но самое главное, она может дать понять, куда дальше копать. Но обязательно смотрите указаны ли источники. Без них нет разговора. Так как на английском пишут большинство научных статей, я рекомендую искать инфу именно на нем. Я сейчас в процессе написания диплома. И пожалуйста, не тратьте время. Не повторяйте моих ошибок. Гуглите сразу на английском. Среди англоязычных ресурсов я выделил следующие. Google, Google Scholar, ACS, NCBA, PubMed, Elsevier, Springer, англоязычный Вики и так далее. Последние, кстати, для программистов. Весь список будет для удобства продублирован в описании. Конечно, далеко не весь список хороших ресурсов. Но вы наверняка сможете найти среди перечисленных нужную для вас информацию. Давайте уже разберем конкретный пример поиска нужной инфы. Например, я хочу найти инфу про сезонно-аффективное расстройство. Я уже делал про него выпуск. Ссылка будет в подсказках. Посмотрите, если еще не видели. Пока оно еще актуально. Будем искать все в Google Scholar. Вводим сезонно-аффективное расстройство на английском. Seasonal Affective Disorder. Получаем результат и видим статьи. Вот аж 232. 2438 цитирований. Это очень круто. Как видим, на первом месте сайт Elsevier. Так что на эту статью явно нужно обратить внимание. Допустим, меня статьи 98 года не очень устраивают. Хотелось бы что-то поновее. Слева я выбираю с 2014 года. То есть наши статьи будут не старше 4 лет. Результаты уже не такие радужные. Но вот есть сайт Nature. Правда, у него всего 8 цитирований. Но давайте посмотрим. Название Abstract меня в целом устраивают. На всякий проверяем, кто ее цитировал. Вроде не один и тот же человек. Так что можно ее почитать. Еще один пример. Вернемся к запросу за все время. Допустим, все статьи на Elsevier по моей теме я уже прочитал. И теперь они мне только мешают. Я могу добавить в конце запроса минус Elsevier. И теперь его нет в результатах поиска. В обратном случае, если мне нужны статьи, например, только с сайта NCBI, то в конце запроса я приписываю сайт, двоеточие и название сайта. Также достоверность источника вы можете проверить, посмотрев, в каком журнале опубликована статья. Крутость журнала оценивается импакт-фактором. Это отношение числа цитирований журнала к общему числу опубликованных в нем статей. Вот примеры некоторых журналов с известным импакт-фактором, который опубликует качественные статьи. Но это не означает, что другие журналы не стоит рассматривать. Просто если вы видите какой-то из перечисленных, то чекайте их в первую очередь. Итак, вы нашли нужную статью. И вы сталкиваетесь с тем, что абстракт вы прочитать можете, а вот полный текст закрыт, и за него необходимо заплатить немалую сумму. Вы, конечно, можете купить статью или можете зайти в библиотеку вуза и посмотреть, нет ли там подписки на этот журнал. Если есть, то можно ее прочитать бесплатно. Либо попросите знакомого учащегося или работающего в вузе вам помочь. Однако покупать статьи слишком накладно выйдет. Около 10 статей обойдутся вам более чем в 10 тысяч рублей. А ходить в библиотеку в вузы, когда дома есть гугл, так себе перспектива. Но, конечно же, есть лайфхак. Sci-Hub – это ресурс, который предоставляет доступ к огромной базе научных публикаций и ставит перед собой цель свободного распространения знаний. Это не поисковик типа Google Scholar, где можно вбить запрос. А работает он так. Вы берете ссылку дои у найденной статьи, копируете ее, переходите на Sci-Hub, вставляете и готово. Однако были случаи, когда автор этого ресурса из-за своих личных обид блокировал доступ к Sci-Hub на территории России. Так что VPN, тем более судя по нынешним событиям, это наш лучший друг. Кстати, пока я писал этот сценарий, и Google Chrome стал блокировать сайт, если у вас возникает похожая проблема, просто удалите и ссылки HTTPS. Итак, вот как будет выглядеть сомнительный источник информации и как достоверный. У достоверного всегда есть имена авторов, в каком журнале статья вышла, сколько раз ее процитировали, идентификатор дои, обязательно список использованных источников и прочие элементы. Человек, привыкший самостоятельно работать с источниками, становится менее восприимчив к любым манипуляциям, будь то эмоциональный шантаж или политическая пропаганда. При этом сам мир становится понятнее, а значит безопаснее и интереснее. Ты учишься структурировать хаотический поток информации, узнавать в нем знакомые фрагменты и сопоставлять сведения с известными закономерностями и моделями. Спасибо, что посмотрели это видео, не забудьте оценить его и подписаться на канал, если еще этого не сделали. И не забудьте посмотреть со мной видео на канале Космос Просто, оно сейчас у вас всплывет на экране. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok